В Ханты-Мансинске состоялась встреча с членом Союза писателей России, автором книги «Живые помощи» Виктором Николаевым. Мероприятие прошло в конференц-зале Духовно-просветительского центра при Воскресенском кафедральном соборе. Речь шла не только о книгах, но и о судьбах России. Доверительный и искренний разговор состоялся с участниками встречи, среди которых гимназисты и кадеты, курсанты военно-патриотических клубов, воины-афганцы, представители движения Арктический комитет Югры, журналисты, писатели, священники, многочисленные прихожане храма в Ханты-Мансинске. И вот здесь при заходе на посадку, на четвертом развороте, а летали мы на предельно малой, те, кто воевал, знают, потому что поднимаешься выше, попадает ракета. Но когда заходишь на четвертый посадочный курс, на четвертый разворот, то борт поднимается метров до 50. И вот здесь мы стингер поймали. И с недолетом до полосы на скорости 110 заваливаемся на хвост и падаем на свое же минное поле и подрываемся. Я летал у носового пулемета и оказался самый живой. Это, в общем-то, искосло мне больше всех жизней. Я упал на кучу ребят, разбитый шлем, вылазь из вертолета, плотность заминирования примерно полтора метра мина. Книга «Живые в помощи», открывшая Виктору Николаеву новый жизненный и писательский путь, повествует о русском воине, прошедшем через афганский ад, сперегаемом молитвой матери, жены и дочери. В ней нет выдуманных персонажей и вымышленных событий. Виктор Николаев писал о собственной жизни, о людях, с которыми его столкнула судьба. Для нас вера в Бога – это моя семья, это моя любимая жена, это моя дочь и мои внучки. Поэтому, вот, видимо, здесь тоже находится наш Бог, который позволил удержать семью, удержать меня, спасти меня и написать то, о чем сегодня шла речь. Даже если были скептически настроены на этой встрече люди, их сомнения развелись после первых 15 минут общения. Такие события действительно запоминаются надолго и никого не оставляют в стороне. Слишком уж глубоки и острые темы, правдивы рассказы, чудесные события. Многие почерпнули молодые. Все это именно седание, и реалии тюремной псевдоромантики, и великая ценность семьи, и даже мудрые советы влюбленным. Объяснялось в принципе устройство нашего бытия. Взаимоотношения с родителями имеют очень огромное значение, потому что это наши корни. Как мы выстраиваем отношения с родителями, зависит наше будущее, нас и наших детей, наших внуков. Я очень рад, что я побывал на этой встрече. Я очень интересное и полезное для себя взял. Такие интересные и тонкие вещи, жизненные. Приобрел книжки. Я думаю, остальное то, что можно узнать, я узнаю из книг. И дальше в будущее буду смотреть уже другими глазами. После таких встреч верится, что действительно, какой бы тяжести ни были тучи, что вокруг России нагоняют, она выстоит, следуя примерам истории, традициям воинским и церковным, хранимые силами небесными. Павел Инков, Дмитрий Домнин. Пресс-служа Ходомансийской епархии. Специально для телеканала «Союз». Пресс-служа Ходомансийской епархии. Пресс-служа Ходомансийской епархии. Пресс-служа Ходомансийской епархии.